Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Сомиэ. Единственный ребенок. Все персонажи и события в книге являются вымышленными, а совпадения с реальными событиями — случайны. Пролог. Чисто для примера. Предположим, есть какая-то очень старая комната. А в этой комнате полным-полно вещей, о которых я даже не хочу вспоминать, а на двери — здоровенный замок. Со временем я постепенно забываю о существовании этой комнаты и, в конце концов, вообще не помню, что она в принципе была. Память — странная штука. То, что вроде бы просто невозможно забыть, полностью стирается у тебя из головы и как раз по этой самой причине. Говорят, это такой защитный механизм, который предохраняет тебя от перегрузок. Мозг автоматически блокирует подобные вещи, зная, что ты просто сломаешься, если будешь постоянно о них думать. Так что твоя голова помнит только то, что хочет помнить. Хранит лишь то, с чем может справиться. Иногда я только дивлюсь, что не так с моей-то головой. Да, у меня тоже когда-то была такая комната. Комната, которую я задвинул в самый дальний уголок сознания, навесив на дверь десятки замков. И одно время даже не помнил, что нечто подобное вообще существует. Но это оказалось ненадолго. В один прекрасный день эти замки поотваливались, все разом. Не надо было мне входить в эту дверь. Пусть даже она и была уже не заперта. Но любопытство взяло вверх, и я вошел. И тут же понял, что я открыл дверь в преисподнюю. Часть первая. Глава первая. Сообщение о пожаре в районе Инамдон. Поступило 17 июня в 3.37 утра. Соответствующая информация появилась на электронном табло дежурного в Главном управлении пожарной охраны, что под горой Намсан. И в тот же самый момент о происшедшем узнали в пожарном управлении Западного городского округа и ближайшем отделе полиции, а также в группе по расследованию пожаров столичной полиции Сеула. Сеул разделен на 25 муниципальных округов, ГУ, имеющих статус самоуправления, которые, в свою очередь, включают в себя 522 административных района, Дон. Лисанук, инспектор Главного управления пожарной охраны, принявший сообщение на тот момент, находился на ночном дежурстве и безмятежно спал в комнате отдыха. Разбуженный звонком на мобильник, Санук поднялся на ноги, потирая сонные глаза. Он завалился на кровать только после часа ночи, закончив писать рапорт, так что поспать удалось от силы пару часов. Веки постоянно опускались сами собой. Но когда инспектор вышел из здания и глотнул свежего воздуха, то почувствовал себя малость пободрее. Прохладный ночной воздух быстро выдал из головы последние остатки сна. Прежде чем сесть в свою машину, оставленную на служебной парковке, Санук позвонил сержанту Ю Дон Сигу, своему постоянному напарнику. Ответил все еще полусонный, недовольный голос. «Да не сплю я. Не сплю». Должно быть, тому уже тоже успели позвонить из Главного управления городской полиции. Санук живо представил себе своего приятеля. Сидит, небось, на постели, встряхивая головой, чтобы опять не задремать. Пытается выгнать сон, прикрыв глаза и вслушиваясь в голос из трубки. Подавив смешок, Санук сообщил, что направляется к месту происшествия. «Давай не копайся и выходи», — добавил он. «Погоди-ка», — произнес сержант Ю. «А?» Санук уже собирался отключиться, но что-то в голосе сержанта его насторожило. Гадая, что это могло быть, Санук покрепче прижал телефон к уху. «Так где, — говоришь, — это?» Ю не мог не знать адреса, но всё же переспросил. Наверное, не проснулся ещё до конца, а хочет просто убедиться. «В иноме. На сей раз возле района гимназии, у пяти углов, на улице Пенёса». Получив подтверждение, сержант Ю тяжело вздохнул. Ненадолго затих. Видимо, пытался окончательно проснуться. Издал стон, неразборчиво пробормотал что-то. Наверное, ругался, поднимаясь на ноги. Санук отлично его понимал, сам точно так же себя чувствовал. «Ну да, меня это уже тоже бесит», — сказал он сержанту. «Ладно, всё нормально. Дай собраться. Скоро буду». Отключившись, Санук быстро забрался в машину. Вставил ключ в замок зажигания, завёл мотор, глянул на часы. Был уже пятый час утра. В такую рань пробок в городе ждать не приходится. Если двинуть по проспекту Муакджи, мимо ворот Санимун, то можно домчаться максимум минут за двадцать. Санимун — великие южные ворота, построенные в 1398 году, один из старейших архитектурных памятников Сеула, входящий в список национального достояния Республики Корея под первым номером. Практически заново восстановлены после пожара в 2008 году. Придавив педаль, Санук пулей вылетел со стоянки, пытаясь припомнить, сколько случаев возгорания зафиксировано уже в районе Инам за последнее время. Выходило, что уже пять, и началось всё весной. И вот теперь у Санука было такое чувство, что ему придётся, сломя голову, нестись по вызову, даже если кто-то в этом районе просто черкнет спичкой. Первый такой случай произошёл в седьмом микрорайоне Инама, возле строящегося жилого комплекса Хилл-Стейт, неподалёку от больницы Инпхен. Между возводимыми у подножья горы пенём здоровенными высотками груды стройматериалов туда-сюда снуют тяжёлые грузовики. К счастью, при тушении пожара никто не погиб. На пустыре между улицей Пенёса и стройкой загорелся штабель фанеры и ещё какие-то отделочные материалы, но ущерб оказался невелик, а с огнём удалось справиться достаточно быстро, благодаря какому-то работяге, сторожившему стройплощадку и вовремя заметившему неладное. В управлении ничего криминального в этом пожаре не нашли и списали всё на непотушенный окурок, на чистую случайность. Но когда и в самом районе, и в его окрестностях один за другим заполыхали новые пожары, этот самый первый случай, изначально списанный на простую халатность, стал объектом расследования вместе с остальными. Поскольку на ночь стройплощадка закрывалась и никого там, по идее, не должно было быть, возникло предположение, что кто-то умышленно пробрался туда с целью поджога. Третий пожар оказался самым разрушительным. И вот тогда-то Ли Сануку, инспектору Главного управления пожарной охраны и сержанту Ю Дон Сигу, судебному эксперту группы по расследованию пожаров городской полиции, и пришлось подключиться к делам. Этот пожар, занявшийся возле церкви на задах иномской начальной школы всё на той же улице Пенёса, вызвал очень серьёзный ущерб. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседний жилой квартал. Три здания выгорели дотла. Погибла семья из трёх человек, спавших на тот момент в собственных постелях. Всё это случилось около трёх утра. Но всё-таки нашёлся свидетель, поскольку пожар заполыхал прямо посреди густонаселённого микрорайона. Этот свидетель, местный житель, который в тот день работал сверхурочно и поздно возвращался домой, сообщил, что видел в переулке неподалёку от места возгорания какого-то подозрительного человека. Согласно его показаниям, пламя занялось среди жилых домов в тот самый момент, когда этот человек поспешно вывернул из переулка на главную улицу, скрывшись из виду. Но описать он его не может, поскольку было темно. Санук на пару с сержантом Ю долго копался на пожарище, выискивая точное место возгорания и его причину. Но в итоге зашёл в тупик, поскольку показания свидетеля никак не стыковались с тем, что удалось обнаружить. Единственное, обитатели микрорайона поведали о неком затяжном конфликте между ними и фирмой-застройщиком, который вполне мог иметь какое-то отношение к серии пожаров. Когда Санук уже перевалил через холм Муак-Дже и на развязке Хон-Дже свернул на проспект Морине, запеликал его мобильник. «Ты где?» Каким-то бесцветным голосом поинтересовался сержант Ю. «Уже на месте?» «Нет, ещё еду. Давай тоже подъезжай, там и поговорим. Это ведь уже шестой раз, так?» «Ну да, шестой». «Молчание в трубке». «Так что хотел сказать-то?» поинтересовался Санук, думая уже, не рассоединился ли звонок. «Ну, мне тут недавно приснился нехороший сон», последовал ответ сержанта Ю. «Сон?» Видать, коллега находился в несколько растрёпанных чувствах, получив сообщение о пожаре после какого-то нехорошего сна. Из-за такого внезапного проявления слабости напарника Санук и сам немного расстроился. Сержанта, видать, в конец достала эта бесконечная серия. И Санук, и Ю оба специализировались на расследовании пожаров, но отвечали за разные участки этой работы. Главная задача Санука — осмотр места происшествия, поиск каких-либо оставшихся следов и опрос свидетелей, чтобы определить точное место первичного возгорания и причину пожара. Далее, особенно если обнаруживаются какие-либо признаки умышленного поджога, в дело вступает сержант Ю, работающий в связке с пожарными инспекторами вроде Санука. От лица полиции открывается полномасштабное расследование, ставящее целью найти на месте происшествия какие-то следы того, кто это сделал, и в итоге поймать его. Для Санука, представляющего управление пожарной охраны, местом происшествия работа и заканчивается. А для сержанта Ю здесь все только начинается. Если вдруг выплывет какой-то криминальный след, сержант не успокоится, пока не вычислит преступника и не закроет дело. Оба работали бок о бок, обменивались мнениями о том, что удалось обнаружить на пожарище, но ничуть не удивительно, что из них двоих именно сержант Ю испытывал наибольший стресс. Вдобавок, уже несколько месяцев пожары с завидной регулярностью полыхали в одном и том же районе, и стремление поскорее разрешить эту загадку наверняка наваливалось ему на плечи еще более тяжкой ношей. Обычно оба не мчались к месту происшествия, едва получив сообщение от диспетчера, но в предыдущих случаях многое указывало на умышленный поджог, так что, услышав сообщение о пожаре в районе Инном, они немедленно связались между собой. Санук не знал, что сказать сержанту Ю. Просто надеялся, что подозреваемый будет наконец пойман, а серии пожаров удастся положить конец. «А ты вообще веришь в вещи сны и всякую такую лабуду?» спросил сержант Ю. «Верю». Прямо перед тем, как я родился, моя матушка как раз видела такой вещи сон. Речь идет о вещем сне Тхемон, который видит ожидающие ребенка мать или ее близкие родственники. Все, что видится в таком сне, фрукты, яблоки, хурма, вишни, каштаны, животные, тигры, змеи, золотые рыбки, природа, реки, радуги, дети и драгоценности трактуются в соответствии со старинными верованиями. Считается, что такой сон может указывать на пол будущего ребенка. Наверное, именно поэтому я и подался в пожарные. «Разве я тебе не рассказывал?» Чтобы слегка поднять напарнику настроение, Санук принялся пересказывать матушкин сон, проявляя большую словоохотливость, чем обычно. Но сержант, который эту историю уже сто раз слышал, повесил трубку, прежде чем Санук успел добраться до сути. Санук хмыкнул, положил телефон на сидение и прибавил газу. В нескольких десятках метров от пяти углов перед гимназией Чингам образовался затор, словно чтобы оповестить всех окрестных зевак. «Здесь пожар, скорее сюда». Несмотря на ранний час, пробраться к месту происшествия оказалось непросто, поскольку на въезде собралась изрядная толпа, а проезжающие автомобилисты сбавляли ход, вытягивая шеи. Санук прорвался на улицу Пенёса, только несколько раз энергично посигналив, хотя на крыше его машины вовсю сияли мигалки. Припарковался в сторонке, подальше от зевак, и еще на подходе узрел обычную для пожара суету. Дорога была забита пожарными машинами, мобилизованными для тушения, взмыленными пожарными и микроавтобусами скорой помощи, готовыми развести по больницам пострадавших. Среди скопления людей и автомобилей мелькали полицейские в форме, пытающиеся навести хоть какой-то порядок. Вдобавок, заслышав о пожаре, сюда наступая друг другу на пятки, сбежались чуть ли не все жители окрестного микрорайона. Так что царила полная неразбериха. По профессиональной привычке Санук бросил взгляд на бьющее в небо пламя. К счастью, очаг пожара уже частично удалось взять под контроль и на место происшествия готовились войти спасатели. Санук осмотрелся по сторонам, ободряюще помахав бойцам из управления пожарной охраны Западного округа, с которыми успел познакомиться во время последней серии пожаров. Сержанта Йо он сразу заметил даже среди десятков суетящихся вокруг людей. По-военному короткая стрижка ёжикам, внушительный рост и крепкое телосложение легко узнавались издалека. Тот, мотая головой и пытаясь подавить зевоту, стоял за одной из патрульных машин и наблюдал за работой пожарных. Санук быстро подошел к нему. Что, никак не проснуться? Поинтересовался он у приятеля. Тот нахмурился, не сводя глаз тугой водяной струи, летящей в огонь. Сержант явно не выспался, а эта серия поджогов, видать, окончательно его вымотала. «И всё вот это из-за какой-то сволочи», процедил сержант. «Похоже на то». Сержант Ю раздражённо потёр щёки, огляделся по сторонам и двинулся к одному из полицейских в форме, пытавшихся поддерживать порядок. Тот отчитался об обнаруженных свидетелях и о том, что удалось сделать. Когда сержант Ю и Санук поинтересовались, кто вызвал пожарных, полицейский махнул рукой на круглосуточный магазинчик по соседству, сообщив, что свидетель оттуда. Перед входом в местную торговую точку уже гомонила порядочная толпа. Похоже, когда пламя поутихло, все стали понемногу расходиться по домам. Но внутри никого не оказалось. Сержант Ю вышел обратно на улицу, чтобы разыскать того, кто вызвал пожарных, и тут на него обернулся какой-то молодой человек в полосатой футболке с разрумянившимся лицом. Возбужденно цокая языком, он глазел на пожар вместе с остальными. Это и был тот самый продавец ночной смены, на которого ссылался полицейский. «Это я звонил», сообщил он. «Можете сказать, что вы увидели первым делом». Все перевели взгляды на парня. Тот секунду смотрел на сержанта, почесывая в голове, после чего заговорил. Это произошло примерно в половину четвертого. Покупателей не было, и я стал клевать носом, сидя за прилавком, так что вышел на улицу, малость освежиться. И вот тогда-то и увидел густой черный дым над домами дальше по переулку. Поначалу не понял, что это такое, а потом в дыму вдруг взметнулось пламя. Точно не скажу, но показалось, что оно выросло буквально на глазах. Я испугался и сразу побежал звонить пожарным. Глядя вдоль переулка туда, куда показывал молодой человек, сержант Ю ненадолго задумался. «Куда выходит этот переулок?» спросил он наконец. «Да вроде никуда, там тупик». Не видели какого-нибудь подозрительного человека, пока звонили? Кого-нибудь, кто выскочил с той стороны, откуда поднимался дым? Или, может, перед самым пожаром тут шатался кто-то посторонний? Не могу сказать, я в тот момент был за прилавком. Сержант Ю вручил молодому человеку свою визитку, попросил обязательно позвонить, если тот вспомнит что-нибудь еще, и двинулся в сторону переулка. В самом начале улочки собралась жидкая грязь и скопление пожарных рукавов кое-где еще брызгала вода. Подойдя ближе, сержант Ю увидел, как из переулка, откуда еще поднимался дым, вышел один из спасателей, держа на руках маленькую девочку лет десяти на вид. Глянув на девчушку, сержант Ю почему-то не смог отвести от нее глаз, развернулся и двинулся вслед за спасателем, который ее нес. Тот отнес девочку к скорой и вновь исчез в переулке. Фельдшер в машине укрыл ее одеялом и спросил, не болит ли у нее где, но девочка ничего не ответила, неотрывно глядя в сторону переулка и прижимая к себе большого плюшевого медведя. Вид у нее был довольно спокойный, хотя ее только что вынесли из самого пекла. Впрочем, внимательнее приглядевшись к ее лицу, сержант Ю понял, что оно сковано шоком. Только огромные глаза выказывали страх, время от времени тревожно стреляя по сторонам. Похоже, что физически она ничуть не пострадала. Девчушка не сводила глаз с переулка, из которого все еще сочился черный дым, а потом, будто очнувшись, вылезла из коры и огляделась по сторонам, словно искала, кому бы обратиться, у кого бы спросить, можно ли вернуться в переулок, домой, или надо ждать здесь. У сержанта кольнуло в сердце. Вид пострадавших, вот что всегда причиняло ему на пожарище самую сильную боль. Людей, вмиг оставшихся без крыши над головой, потерявших своих близких. Для них это было как гром среди ясного неба. Большинство потом неделями не могли найти себе место, теряли сон из-за испытанного потрясения. Воспоминания о пережитом еще долго преследовали их в кошмарных снах. И при виде этой девочки, озирающейся по сторонам в поисках родных среди равнодушных к ней зевак, сержант Ю вдруг разозлился. Когда она неуверенно двинулась прочь от скорой, быстро подошел к ней. «Ты куда? Безопасней ждать здесь, и тебе нужно в больницу», обратился он к девочке. Та подняла на него большие чистые глаза. Они были полны тревоги и опасения при виде чужих людей. Сержанту Ю очень хотелось всеми силами потушить этот страх. «Не бойся. Когда пожарные справятся с огнем, ты опять найдешь своих родных», заверил он ее. При этих словах девочка заморгала и что-то пролепетала, словно, наконец, о чем-то вспомнив. Что-то как раз Продолжение следует...